Ужин 24 декабря в кругу семьи и у меня дома. Юмористическая аудиокнига. Автор Херонима Лопес Сальдевиле. Любое сходство с реальностью является чистым совпадением, любое сходство с текущими событиями, людьми или местами, живыми или нет, реальными или вымышленными, является простым совпадением и плодом бурного воображения автора. Для достижения наилучших результатов используйте наушники, хотя это не является строго необходимым для получения удовольствия от просмотра контента. Сегодня я расскажу вам о типичном ужине в канун Рождества, который состоялся в моем доме 24 декабря прошлого года, и я предполагаю, что в этом году ужин будет, по традиции, очень похожим. Позвольте мне начать с представления действующих лиц, участвующих в этом важном событии. Мой отец. Он всегда работал учителем, но в этом году стал безработным, потому что новая учебная программа, введенная правительством, требовала от него личного посещения занятий, и с тех пор, как он получил эту работу несколько лет назад, он давал частные уроки и консультировал в соседнем баре. Он решил, что работа – это не то, чего он хочет в жизни, и уволился, поэтому сейчас он безработный и страдает от посттравматического стрессового расстройства, по словам врача по социальной работе, который также является его другом, коллегой и одним из самых известных учеников в недавно закрытом районе. Это был врач, который в сговоре с директорами школ и их психолого-педагогическими командами советовал матерям детей, что для того, чтобы избежать синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, они должны принимать определенный вид таблеток, которые этот врач распространял исключительно по апокрифическим рецептам. Мой отец, традиционно каждый год, отвечает за приготовление ужина для всех, я никогда не знал, потому ли, что ему действительно нравится искусство приготовления пищи, или потому, что он проводит весь вечер, хвастаясь своими кулинарными способностями, пока объясняет всем присутствующим на ужине ингредиенты, где он их купил и как он все это сделал, с презентацией со слайдами, видео, концептуальными картами и даже упражнением на обратную связь, которые он называет выпускным экзаменом, который вы должны сдать на 8 баллов или выше, чтобы получить еду. На сегодняшний день мы все прошли тест, не без больших усилий, как индивидуально, так и в команде. Я не хочу представлять себе тот день, когда кто-то провалит тест или осмелится сказать вам, что единственный заметный запах за ужином – это запах изо рта, сопровождаемый галитозом, способным сбить с ног лошадь, я имею в виду лошадь, табун лошадей, одним лишь вздохом. Моя мать Моя мама со своей стороны, как и положено в такие важные даты календаря, накрывает на стол, который она украшает скатертью и соответствующими салфетками с искусной вышивкой и сложными нитями из тонкой шерсти, которые ее мама, то есть моя бабушка, сделала своими руками. Эта скатерть имеет большую сентиментальную ценность для всей семьи, поскольку мы все осознаем, сколько труда и лет вложила бабушка в ее изготовление, настолько, что скатерть стала незаменимой частью семейной традиции. Точно так же, в рамках рождественского протокола, моя мама тратит часы на украшение стола с максимальной деликатностью и детальностью, расставляя посуду, стеклянную посуду и самые лучшие столовые приборы, которые у нас есть, и которые она расставляет и регулирует с почти миллиметровой точностью. Мой дедушка Мой дедушка по материнской линии известен в семье как энтузиаст рождественской атмосферы, поэтому с октября он посвящает себя украшению елки и рождественского вертепа, ищет новые фигурки, шары, огни и столько миниатюр и фигурок, сколько может найти на рынках, используя свою кредитную карту, которую он заканчивает оплачивать спустя 18 месяцев. Моя бабушка Моя бабушка, так же по материнской линии, является самой счастливой в это время года, потому что она посвящает себя критике всех по телефону, чтобы подготовить рождественскую атмосферу, и из того, что я смог наблюдать, кажется, что в этом году бабушка уже три месяца подряд распространяет новости о том, что у нее есть доказательства, фотографии и видео, которые показывают, что в семье есть супружеская неверность, и что на ужины 24 декабря у нее есть четкое намерение сказать, о ком идет. Речь В районе моей бабушки рассказывают, что она потеряла оба уха, отрезанные в уличной драке ножами для масла, в результате спора с другой женщиной о количестве мужчин, которые оскорбили их до слез из-за таких унизительных и невыносимых унижений, которые трудно вынести по совести из-за их грубости, хотя после драки обе женщины признали, что они их достойны. Моя сестра Я могу сказать вам, что когда моей сестре исполнилось 13 лет, или 12, если верить слухам, и в честь ее пятой или шестой беременности, если верить тем же слухам, она вытатуировала на своем лбу Санта Муэрте с губчатым лицом, боб, перед зеркалом заднего вида мотоцикла, припаркованного на темной парковке к близлежащего торгового центра с украденной подержанной дрелью. Из-за повреждения лица моей сестры ей всю жизнь пришлось регулярно принимать смесь эстрогена и тестостерона животного происхождения, которую она потребляла. Компульсивно, согласно медицинским заключениям, классифицирующим ее как биполярную, маниакальную и депрессивную. Эта гормональная смесь была приобретена на черном рынке через знакомого врача моего отца, который также занимался мошенничеством по мобильному телефону из тюрьмы, где он отбывал наказание за телефонное вымогательство, с тем отягчающим обстоятельством, что его вымогателями были дети, которые приходили к нему в офис со своими матерями в поисках таблеток для снижения гиперактивности, выявленных директорами школ и психолого-педагогическими коллективами. Моя сестра вышла замуж год назад и на свадебном торжестве решила переехать в дом своих свекров с мужем, его матерью, братьями и сестрами, их партнерами и детьми, где они живут в доме с комнатами, которые отличаются друг от друга видом граффити, нарисованных на цементных стенах каждой комнаты. В день свадьбы, как сказала моя сестра в своем свадебном тосте, она была полна решимости быть счастливой и наслаждаться свободой, уединением и личной независимостью. Решение, которое она приняла после того, как наблюдала за своими новыми свекрами и новой семьей, когда они даже супницу клали в карман, а другие тайком перекладывали напитки с вечеринки в багажнике своих машин, где предлагали их прохожим по скромным ценам. Праздник был полностью оплачен семьей невесты. После того, как моя сестра решила выйти замуж за своего нынешнего мужа, в ее спальне, где раньше стояла раскладушка, теперь стоит ярко-красная водяная кровать в форме сердца. Рядом со столом из красного дерева, на котором стоит компьютер со штрих-кодом. Надписью «Материальная собственность социального обеспечения». Мой Шурин Мой Шурин до сих пор работает водителем детского транспорта для детей сотрудников сети спермаркетов, где он очень знаменит и известен своей болезнью Паркинсона, пристрастием к опиуму, амфетаминам и антидепрессантам, которые он часто смешивает с чистым алкоголем 90 пробы, прежде чем сесть за руль. В этом смысле Мой Шурин никогда не попадал в аварии и часто получал награды, как самый ответственный сотрудник своей компании, которая использует коррупционную схему, в которой национальное отделение компании обращается за разрешениями к местным властям, в обмен на гарантии голосования на местных выборах для всех своих сотрудников, чтобы иметь свободу рук в выдаче разрешений на строительство новых магазинов в стране с помощью взяток, которые позволяют им нарушать существующие законы, строительстве и землепользовании. Я одинок в городе, где единственным развлечением для молодых, да и для пожилых людей, является поиск отношений, лишенных чувств и ответственности, через телефонные приложения, где фотографии профиля, как известно, фальшивые и мошеннические. А поскольку я холост и каждый год привожу в свой дом нового партнера, а в этом году у меня его не было, я решил привезти женщину, с которым я познакомился на вечеринке, организованной баром, который закрывался из-за отсутствия жидкости из-за неплатежей клиентов, и чьего лица и имени я не помню. И именно в этот момент, после краткого представления главных героев моей семьи, я начинаю повествование о событиях, произошедших во время ужина. С тех пор, как мой отец стал безработным около восьми месяцев назад, у него появилась привычка оставаться дома и приглашать своих друзей посмотреть футбольные матчи, спортивные мероприятия, которыми они могут наслаждаться, потому что, помимо подключения к уличному освещению, он также подключен к интернету соседей. И ночь на 24-й не должна была стать исключением. И вот около трех часов дня, один за другим начали пребывать его друзья, которые, среди смеха и ликующих комментариев, каждый из них демонстративно показывал бутылку алкоголя, как будто это был ценный трофей, как будто они только что выиграли его в спортивном финале, а затем заняли свое место в огромном кресле в нашей комнате, которое раньше находилось в кабинете социальной помощи друга врача моего отца, кресле, в котором могли удобно расположиться до 15 человек. Ритуал друзей всегда начинался с пива, пакетов чипсов и разнообразных орехов. Как только первый акт заканчивался, они начинали второй, с алкоголем на вкус каждого, сначала с короткими напитками, в почти пустых стаканах со льдом, а затем переходили к почти полным стаканам, более длинным напиткам, урывками и без воды. Именно в этой части цикла все стали товарищами на всю жизнь, где все действительно нравились друг другу и ценили друг друга как лучших друзей. Следующим шагом было пить все подряд, уже не за столом, а в доме, не обращая внимания и деля бутылку прямо без стакана. К этому моменту оставались только осколки, разбросанные повсюду, где, как это было принято, один из собутыльников перешел от горячего спора к кулачному бою. Четвертый акт состоял из ползания в туалет, танца живота, мочи на стены, ползания обратно по лестнице, притворство, что потерял равновесие, обнимание перил и просьбы дать что-нибудь поесть. Пятый состоял из сна на диване в тесной позе. Шестой заключался в том, чтобы на следующий день встать поздно и повторить предыдущие. Шаги. Сегодня, в этот конкретный день, ритуал пришлось изменить, поскольку каждый участник ужина должен был заранее предоставить личное меню со своими кулинарными предпочтениями, чтобы уведомить об этом моего отца, который за три недели до события провел поиск в сети спермаркетов, где работает мой зять, лучшие цены на каждый из деликатесов, которые они хотели заказать для своих друзей. Я объясняю ему, что когда я говорю «лучшая цена», это цена, которую мой отец считает самой справедливой, что не больше и не меньше, чем получить то, что он хочет, бесплатно. Поэтому он заранее договорился со своим другом, врачом социальной защиты, чтобы использовать детей сотрудников сети, где мой Шурин является ответственным водителем для наполнения рюкзаков и карманов детей необходимыми ингредиентами для обеда, не договорившись предварительно с директорами и психолого-педагогическими коллективами детских школ о передаче части купленных продуктов некоммерческим ассоциациям помощи в обмен на фальшивые счета, которые затем передавались менеджеру по закупкам сети спермаркетов, который оправдывал доход с помощью финансового инжиниринга. Пока все шло по плану, но планы, как и свидания с красивыми женщинами, непредсказуемы, поэтому не прошло и нескольких минут, как возникло первое непредвиденное событие. Стол в гостиной был занят посудой, которую моя мама с таким трудом собрала. И, кроме того, у моего дедушки возникла идея встать пораньше в тот день, чтобы перенести елку и рождественский вертеп со всеми его участниками и фигурками, чтобы поставить их перед телевизором. Среди друзей моего отца выделялся тот, который все называли рождественской елкой, потому что, по слухам, украшениями на нем служили воздушные шары. Рождественская елка каждый раз, когда он пил, а пил он больше, чем рыба в реке, его лицо становилось безумным, и он был склонен есть с открытым ртом, показывая, что он голоднее слепой собаки. При этом он делал странные гримасы с движениями, которые иногда казались непроизвольными из-за скорости, с которой он их делал, сопровождаемые конвульсиями губ, которые дрожали, как желе, когда оно трясется. Этот человек был прикован к инвалидной коляске, пользовался кислородом и носил постоянный катетер, что не мешало ему хвастаться тем, что он всегда первым наносил удары другим без предупреждения. Он был громоздким, крупным мужчиной с темным лицом, лицом, которое, казалось, хотело выйти из его собственного лица, выпуклым наружу, со щеками, свисавшими почти до плеч, морщины, появившиеся на этом лице, казалось, прочертили глубокие борозды, нарисованные плугом трактора на неровной земле, кожа была очень красноватой, как ржавое железо, глаза, казалось, были как будто похоронены в двух превосходных пещерах, удивительно больших, как ресторанные подносы. У мистера Рождественского, как я уже упоминал, к спинке кресла был привязан зонт и кислородный баллон с маской в комплекте, хотя я должен уточнить, что выпуклость его лица была вызвана не пластиковой маской. Так вот, человеческая елка, когда он понял, что перед телевизором стоит сосновая елка, ничего никому не говоря и показывая, что он всегда первым наносит удар без. Предупреждение, прямо и без слов, схватил сосновую елку, которую мой дедушка наряжал в течение трех месяцев, чтобы с особой жестокостью бросить ее на стол, накрытый к ужину, который моя мать также ставила с особой точностью, чтобы одним ударом разбить всю посуду и стеклянную утварь, которую он нашел на своем пути. Друзья моего отца, увидев такую демонстрацию силы и ловкости со стороны елки, тут же вскочили с кресел, где они тихо сидели, чтобы обнять друг друга и горячо зааплодировать, как будто, это был пенальти, пропущенный командой соперников на последней минуте, и который означал победу в выбранной ими команды. На самом деле, один из друзей моего отца аплодировал так громко, что сломал запястье, и обе руки в трех разных местах, и его пришлось срочно везти в больницу. Очевидно, если предыдущее действие было похоже на пенальти, пропущенный другой командой, то морщись и корчись, друг со сломанными руками подразумевал, что пенальти, забитый на последней минуте, был в пользу и в суматохе, неизвестно откуда, но одна из бутылок спиртного, которая была фальсифицирована. Любезно предоставленный другом врачом моего отца из социального обеспечения, упал на скатерть, из которой начал выходить дым, одновременно с тем, как она загорелась, вследствие кислоты, содержащейся в жидкости, пролитой упомянутым апокрифическим ликером. Дым постепенно становился все гуще и гуще, так что елка, который в попытке поднять елку потерял свою кислородную маску, в попытках вдохнуть расширил свой и без того широкий нос до такой степени, что два моих сомкнутых кулака могли спокойно поместиться в каждой ноздре. Мой дедушка, который выглядел очень разъяренным, воспользовался ситуацией и вставил всех маленьких пастухов и животных, составлявших рождественский вертеп, которых было более 200, в отверстие, открытой елкой. Столкнувшись с такой ситуацией, моя мать начала кричать, что у нее очень хорошо получалось, но моя бабушка, увидев, как ее скатерть, сделанная своими руками в молодости, сгорела в огне, в приступе сдерживаемой ярости схватила зонт, висевший на печени рождественской елки, чтобы яростно разрубить его мочете, которое она нашла в задней части коляски. Затем он выпил все содержимое одним глотком, оставив этим действием подсознательное послание мира и любви, которое было немедленно. Подхваченное эйфоричными друзьями моего отца, которые тут же, словно послушные дети, уселись обратно на диван, чтобы начать общаться в спокойной и тихой манере. Именно в этот момент кажущегося спокойствия, подруга, которую я притворялась, что представляю семье как своего партнера, с которой я познакомилась на вечеринке, организованной баром, который закрывался из-за отсутствия ликвидности, из-за неоплаченных счетов клиентов, и чье имя я не помню до сих пор, хотя помню ее лицо. Это была молодая женщина, у которой на лице был прыщ размером с авокадо, разрезанный пополам, причем так, что казалось, что эта штука живет своей собственной жизнью, поскольку она подавала признаки жизни через серию сердцебиений, которые создавали впечатление, что она хочет выскочить из своего лица. Женщина, одетая в единственное нижнее белье из тонкой черной лакированной кожи, в сапогах до колена из того же материала, с декольте, которая, казалось, больше относилась к фронту, чем к холодной войне, и которая, как только вошла и увидела друзей моего отца, кьющих как звери без перерыва, даже не делая перерыва между рюмками, приняла твердое решение покрасоваться с танцем, который больше походил на типичный племенной ритуал для отпугивания злых духов, чем на экзотический. Друзья моего отца все еще занимались своими делами, не давая себе времени на отдых между одной рюмкой и следующей, но танец женщины сразу привлек внимания сидящих на диване выпивок. Пьяницы, которые не только внимательно наблюдали за импровизированной танцовщицей, но и продолжали пить, время от времени отвлекались, чем воспользовалась женщина, одетая в единственное нижнее белье из тонкой черной лакированной кожи, чтобы забрать у каждого из них то немногое, что было у них в кошельках, а это составляло приличную сумму, в разумной надежде, что на следующий день никто из них не вспомнит о случившемся, что собственно и произошло. Прошло несколько часов, и когда наступила ночь, сестра и Шурин появились у меня дома. Когда моя сестра увидела женщину в ее уникальном, элегантном нижнем белье из толстой черной лакированной кожи, в порыве ревности она выхватила из ее рук деньги, которые та очень тщательно пересчитывала, и в то же время одним стремительным движением успела развернуться, чтобы без единого слова вогнать свое колено в грудь женщины, и в результате этого жестокого удара женщина в черных лакированных сапогах и с высоким декольте трижды крутанулась вокруг себя и четыре с половиной раза. Отпрыгнула назад на расстоянии десяти метров, менее чем за десять секунд, чтобы приземлиться на ноги с распростертыми в благоговение руками. Это неуважение еще больше разозлило мою сестру, которая ничего не могла с этим поделать, потому что мой Шурин принес фонтан с фигурой пухлого мужчины в центре, который, казалось, мочился, и брызги жидкости, которую мой Шурин назвал 24-летним виски, благодаря комиссии, которую основной покупатель сети спермаркетов дал ему за перевозку детей сотрудников с карманами, полный ингредиентов, который мой отец заказал на ужин в тот вечер. Это был фонтан, который для моего отца и его друзей возник перед их глазами, как оазис в пустыне, чтобы погрузиться в то, что казалось состоянием мистической галлюцинации. Ошеломленный безмерной радостью, которую фонтан, принесенный моим Шурином, вызвал у елки, который после энергичного порыва, в котором он передал всю свою силу через мускулистые руки на металлические обручи своего инвалидного кресла, и резким, но точным движением, елка направился к фонтану с такой необычайной скоростью и силой, что даже не успел заметить его. Даже не успел исправить ситуацию, обод примерно в 10 сантиметров окружал источник, из которого вытекала вожделенная жидкость. Наслаждение, что, как немедленное следствие, заставило его броситься вперед с такой силой, что он упал лицом вперед на единственный возможный выступ ангела, где он и лежал. «Я хорошо помню, что моя бабушка, хотя в молодости, очень сердилась на предыдущие действия елки по отношению к ее скатерти ручной работы, первой воскликнула в испуге при виде этого катастрофического изображения. Боже мой, этот человек тонет, нужно что-то делать!» Обратите внимание, как она бьет ногами все сильнее и сильнее, качая головой из стороны в сторону, безуспешно пытаясь, даже держа руки на бедрах пухлого мужчины, оторвать его голову от себя, но все безрезультатно. «Ну и слава богу, мы купили кресло с запасным колесом в спинке, потому что с ударом одно из них пришло в негодность». На что мой отец, в качестве намека, ответил так же быстро. «Это ложь!» Кресло было пожертвованием одного из политиков, подкупленного сетью спермаркетов, где работает человек, принесший фонтан, который участвовал в муниципальных выборах и подарил его в качестве подарка к рождественской елке с целью демонстрации на публичном мероприятии на площади микрорайона в качестве акта солидарности, утверждая, что кресло-коляска символизирует, что налоги должны быть вложены в инфраструктуру для скоростных поездов. А в обмен на то, чтобы отдать стул, он попросил тех из нас, кто присутствовал на политическом мероприятии, раздать электронные карты, чтобы соседи могли покупать в сети спермаркетов, где работает человек, принесший фонтан, и таким образом обеспечить, чтобы вся община проголосовала за него на трех разных избирательных участках в одном избирательном округе, используя в качестве приманки возможность купить билеты на розыгрыш самолета с помощью этой электронной карты. Пока шел этот разговор, крики Арболита Денавидат становились все громче и громче, и с грохотом, который действительно был способен разорвать душу, поскольку обозначал огромную боль, которой подвергался Арболита Денавидат. По этой причине был выбран групповой маневр, половина присутствующих схватила одну ногу елки, а другая половина – другую, и таким образом, собрав все свои силы, попытались разблокировать жертву, что оказалось бесполезным, так как елка продолжал держать свою голову полностью погруженной в ногу пухлого мальчика, который также продолжал брыкаться и двигать руками с большей силой, чем раньше. Невезение, казалось, висело над этой ситуацией, как будто все звезды вселенной, согласно закону притяжения, сговорились сделать так, пока мой дед, у которого тоже были счеты с Арболита Денавидат, не предложил взять веревку через террасу с пятого этажа, где мы живем, чтобы потом крепко привязать ее к ногам Арболита и передать другой конец веревке на улицу, где у деда был припаркован его грузовик, и таким образом связать его с брызговиком. Мой дедушка спрыгнул с лестницы и тут же завел двигатель фургона, поставил его на задний ход и потянул за веревку, привязанную к ногам Арболита. Фургон начал реветь, чтобы натянуть трос до максимального сопротивления, в то время как передние колеса скользили по асфальту из-за веса Christmas 3, что заставляло заднюю часть автомобиля двигаться из одной стороны в другую. Наконец, после нескольких ускорений, Арболита, наконец, выстрелил из машины и был отброшен в противоположную стену комнаты, ударился о землю, отскочил и был протащен вниз по пяти лестничным пролетам к фургону, где врезался передней частью в балку передней оси, в результате чего на немецком фургоне моего деда на всю жизнь остался выгравированным обведенный знак символа мира. Таким образом, подняв тост за такой подвиг, мой отец освободил всех от экзамена по поводу ужина, и все снова подняли тосты, за что моя сестра в пылу бокалов произнесла тост, потому что в этот момент она решила вернуться жить в наш дом со своими свекрами, со своим мужем, его матерью и своими братьями с их соответствующими партнерами и детьми. И между тостами и тостами ночь прошла мимо нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok